Измерение скорости интернета далеко в интернете. Данное видео записано по запросу подписчиков канала. Аргументация звучит так. Прошаренный пользователь интернета требует проводить замер и проводит его сами на серверах, отличных от города Липецка. На самом деле все зависит от того, где измерять. Например, многие измеряют на Яндексе. Такое измерение показывает скорость вашего соединения до некоторого интерфейса в Яндексе. Географически, где находится, мы не знаем. Также в интернете встречается множество измерителей наподобие Яндекса. Ну и еще неопределеннее. Мало того, что мы не знаем, где они находятся, так они еще по коду показывают. То есть не скорость интернета, а перезагрузка оплинг измеряющего сервера. Также вы можете произвести независимый замер свободно распространяемой утилиты IPERF. Но проблема в том, что вам нужно найти ответную часть, например, в Париже. То есть арендовать сервер или договориться с кем-то в Париже, кто настроит вам сервер IPERF. Обычно измерителями IPERF пользуется компания, чтобы измерить скорость между офисами. Единственным более или менее метрологическим тестом с известными географическими адресами измерителей является сервер Speedtest компании Okla. Сервера измерения расположены по всему миру. На площадках тысяч операторов связи. Их программное обеспечение находится в актуальном состоянии. А загрузка оплинг обычно контролируется. Провел порядка 40 измерений на подключении с отсутствующими ограничениями по скорости. Большая часть измерений выполнена на сервера Speedtest, находящихся в городе Москва. Результаты можете наблюдать на представленной таблице. Москва выбрана не случайно. Она является крупным межоператорским пунктом. И по значению показателя пинг видно, между какими операторами есть прямой пиринг, а где обмен проходил через заграницу. Причем длинный путь не всегда являлся медленным. Однако задержка для некоторых приложений критична. Компания Okla представляет хорошую статистику, основанную на реальных измерениях в разных регионах мира. По ней определил, что средняя скорость интернета в Липецке одна из самых высоких в стране. По поводу не очень быстрых измерений по миру предлагаю послушать цитату из ролика стримерши Карины. Мой интернет как был, так и остался говном. То не работает один, то не работает другой. 30 мегабит даунлоуда и 9 мегабит аплоуда считаются довольно быстрыми. Вы услышали мнение об итальянском интернете. Но понимаете, если, например, в Италии интернет не самый продвинутый, то что можно сказать о Гондурасе? Соответственно, скорость интернета может сильно отличаться не только от города к городу, но и в зависимости от провайдеров в одном и том же городе. Разные провайдеры подключены к разным магистральным точкам обмена, с различной нагрузкой на них. Мало того, маршрутизация динамично переспределяется роботами. И где сейчас измеряется не быстро, завтра может уже быстрее. Или уже через час. Несмотря на огромные расстояния, я получил достаточно высокие скорости по всему миру. И даже в Австралии, находящейся беспредельно далеко, скорости хватит, чтобы общаться по видеосвязи. По поводу интернета в Италии, возможно, мнение Карина субъективно. Послушайте фрагмент ее ролика с отметки 9 минут 49 секунд. Первое. Она жалуется, что провайдер не смог провести интернет-съемную квартиру. Вполне возможно, не провайдер. А хозяин дома захотел взять с нее залог и сдать квартиру кому-то еще. Провайдер не может проложить кабель без согласования с владельцем. А владелец не всегда согласовывает. Так как требуется дополнительной строительной работы и, возможно, очень дорогостоящие. В данном случае не думаю, что это была вина провайдера. Сейчас она пользуется двумя провайдерами сразу. Представляю, как неудобно пользоваться двумя провайдерами. Космический геморрой. Обычно клиенты не разбираются в способах резервирования. Вставляют оба провайдера в один неуправляемый коммутатор. И тут начинается настоящий бродкаст-шторм. Два DHCP-сервера в одной сети. Пересекающиеся мультикаст-группы. Все тормозит и периодически не открывается. Причем пользователь устроил все своими руками сам. Обычно техник провайдера не находит слов, как объяснить пользователю, что так делать нельзя, а требуется специальный муштизатор. Типа микротик, настроенный должным образом. Причем не каждый техник сможет его настроить в режиме резервирования провайдеров. В итоге клиент проклинает обоих провайдеров сразу. Но ничего сделать не может. Это я к тому, что не все измеряется скоростью как таковой. Просто данные показатели единственное, что понятно широкой публике. И часто слышишь, у меня такая низкая скорость, что браузер полчаса открывается. Но даже не знаю, что ответить в таких случаях. С чего начать? Спасибо. 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 . Спасибо.